В гражданской авиации существует такая профессия, как инженер радиоэлектронного оборудования. В обязанности инженера радиоэлектронного оборудования входит обслуживание этого оборудования, которое устанавливается на наземных средствах сопровождения воздушных объектов и на воздушных суток. Специалистов, обладающих этой профессией, готовят в Белорусской государственной академии авиации. По продолжительности это обучение занимает 5 лет. С третьего курса происходит уже специализация по направлению обслуживания радиоэлектронного оборудования. Считаются специфические предметы, касающиеся аспектов обслуживания радиоэлектронного оборудования. Курсанты изучают принципы работы, физические основы работы радиоэлектронного оборудования. А с четвертого и пятого курса уже начинают изучать конкретные технические средства, которые используются непосредственно на аэродромах, на станциях наземного обеспечения и также на воздушных суток. А на первом курсе идет общая образовательная программа, идут общие такие предметы, как высшая математика, физика, химия, история, экономика, философия, теория вероятности. Ну, общие такие базовые. После выпуска курсанты ГГА пользуются большим спросом. Так, например, авиационные предприятия, такие как «Трансавиаэкспорт», «Аэронавигация», «Нинский завод гражданской авиации» номер 407, «Авиационный ремонтный завод» номер 558, «Барановичах» и «Оршанский авиаремонтный завод». Приглашают выпускников Академии в свои ряды. Очень большой заказ наших курсантов испытывает такая организация, как «Белавиа». Для поступления в Академию авиации необходимо обладать знаниями в области математики, физики, русского языка. Предъявляются стандартные требования к здоровью абитуриента, какие предъявляются в любом высшем учебном заведении. Никаких специфических требований нет. Академия «Трансавиа» Продолжение следует...